Глубоко уважаемые коллеги, эта тема сейчас стала очень актуальной и на самом деле есть уже результаты лечения онкологических пациентов с пневмонией COVID-19 мезенхимальными стволовыми клетками. Конечно же, эти клетки вызывают большой интерес для тканевой инженерии, для использования в тех случаях, экспериментальных случаях, когда другие методы оказываются недостаточно эффективными. Поэтому, почему же мезенхимальные стволовые клетки могут быть использованы в лечении наших пациентов с пневмонией COVID-19? Оказалось, что мезенхимальные стволовые клетки, их еще называются тромальные клетки, несколько названий присвоено этим удивительным, мультипатентным, самовновляющимся, низкоиммуногенным клеткам. Мезенхимальные стволовые клетки, они не экспрессируют гемопоэтические маркеры, которые вы видите представлены на слайде, в левой части этого слайда. Но есть экспрессия антигенов, которые говорят о том, что это удивительные клетки, и их называют мезенхимальными стволовыми или стромальными клетками. Механизм иммуномодуляции изучается уже более 15 лет в разных ситуациях. Изучены дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток, хондроциты, остеобласты, адипоциты. Изучается экспрессия на этих удивительных клетках, изучается экспрессия различных антигенов, и изучается продукция цитокинов, химокинов и все, что продуцируют эти клеточки. Очень важно, что это самообновляющаяся мультипатентная популяция клеток с большим потенциалом для использования в клинике, в экспериментальных исследованиях. И в настоящее время известно, что когда иммунная система недостаточно активирована, на мезенхимальных стволовых клетках экспрессируются те белки, те антигены, которые продуцируют провоспалительные факторы. В то же время при выраженном иммунном ответе МСК начинает продуцировать противовоспалительные факторы. И в настоящее время мезенхимальные стволовые клетки обнаружены в костном мозге, в жировой ткани, пульпа, зуба, плацента, пуповинная кровь, менструальная жидкость женская, везде выделяет МСК. И удивительным оказалось то, что в зависимости от тканевой принадлежности на МСК выделяют различные толподобные рецепторы. Эти толподобные рецепторы, они распознают сигналы опасности и включают МСК для той или иной функции. И в настоящее время выделяют уже два фенотипа МСК. МСК-1 и МСК-2. На МСК-1 экспрессируются толподобные рецепторы четвертого типа, на МСК-2 толподобные рецепторы третьего типа. И они выполняют различные функции, противовоспалительный фенотип или провоспалительный фенотип. И иммунная система, она соблюдает баланс использования МСК для решения тех или иных задач. И в настоящее время, здесь в правой части слайда, представлены различные белки, различные антигены, которые экспрессируются на этой удивительной популяции клеток. Здесь мы с вами видим очень важный новый путь медиаторов контрольных точек иммунного ответа CD3973. HLG, неклассический антиген первого класса, который играет важную роль в защите плода в период развития в антогенезе. Здесь мы видим различные рецепторы химокинов, леганды рецепторов программированной клеточной гибели и другие ключевые гены биологических особенностей МСК. И важным является то, что эти белки связаны с системой комплимента. И в зависимости от уровня экспрессии, низкий или высокий, МСК выполняет различную функцию. Или они поддерживают иммунный ответ, это покоящийся МСК, или же активированные эти клеточки подавляют иммунный ответ, подавляют врожденный иммунный ответ. И важным является понимание, как мы можем использовать МСК. Так как они участвуют в регенерации тканей, противовоспалительных различных реакциях, они своей деятельностью в активированном состоянии, они выделяют, продуцируют, секретируют факторы, которые поляризуют макрофаги в М2 функцию. И они поддерживают Т-регуляторные лимфоциты с продукцией интерлекина 10-го, подавляют Т-клеточную пролиферацию, Т-клеточные функции, Б-клеточную секрецию иммуноглобулинов, НК функция, также подавляется МСК. Идет подавление созревания дендритных клеток, созревание остеокластов, происходит защита тканей, восстановление тканей. И когда МСК выполнили свою функцию, на их поверхности появляется экспрессия фосфатодетилсерина, и тогда МСК говорит, что он уже может быть фагоцитирован макрофагом. И МСК подвергается апоптозу. Очень важным является понимание, какая же роль мазинхимальных стволовых клеток в защите и восстановлении легочной ткани при остром респираторном дистресс-синдроме у онкологических пациентов с пневмонией COVID-19. Потому что самым сложным в острой ситуации является развитие респираторного дистресс-синдрома. И острый респираторный дистресс-синдром проявляется диффузным повреждением оливиэл, оливиэлярного эпителия, эндотелия легких. В это время накапливается богатый белком воспалительная отечность, отечная жидкость в оливиэлярном пространстве. И мы видим в центральной части данного слайда, к сожалению, указки нет, показать, здесь огромное количество клеток иммунной системы. Это макрофаги тканевые, резидентные. Это макрофаги, которые образуются из моноцитов, которые также здесь оказываются и играют свою важную роль. И мы видим разрушение клеток. Мы видим различные, так скажем, патологические изменения, которые приводят к нарушению очистки межтканевой жидкости. И мы видим отек жидкости в тканях и дистресс-синдром, который играет важную роль и выживает пациенты только с сохранным функциональным состоянием, психологическим статусом. Потому что это большая психологическая нагрузка, которая также усугубляет эту картину. И лечение в настоящее время направлено на вентиляции легких. Специфической терапии нет, кроме плазмы, обогащенной антителами, и некоторых неспецифических противовирусных, противовоспалительных препаратов. Зарегистрировано в настоящее время дексаментазон для лечения вот такого воспаления. И в настоящее время роль МСК – это миграция по сосудистому руслу, поврежденные участки легких, где дифференцируется до фибробластов, миофибробластов. Происходит трансдифференцировка в альвеоциты, и они дают начало структурным дыхательным единицам, включающие бронхиолы, альвеолы и легочные сосуды. И в настоящее время очень важной является наиболее ранняя диагностика острого респираторного дистресс-синдрома. Выявление разнородных групп пациентов, потому что при одинаковой клинической ситуации пациенты по-разному отвечают на это лечение. И важным является изучение фундаментальных механизмов повреждения легких для разработки конкретных методов лечения. Почему же мезинхимальные стволовые клетки? На этих клетках не выявлен ангиотензин, превращающий фермент, через который вирус поражает многие ткани и клетки организма. Важным является изучение тех патологических процессов, которые происходят, и вмешательство защиты МСК с отсутствием ангиотензин, превращающего фермента 2 на их поверхности. Итак, патология – это поражение легких, диффузное альвеолярное повреждение с клеточным эксудатом. МСК в этих случаях при их введении защищает альвеолярные эпителиальные клетки, уменьшая фиброз и улучшая функции легких. Патологическим является резко сниженное количество хиолперовцит и токсических талимфоцитов, но они чрезмерно активированы. И МСК ремоделирует субпопуляции и функции иммунных клеток. При принимании COVID-19 наблюдается полиорганная недостаточность. Повышение уровня аминотрансферазы, креатининкиназы и МСК улучшает микросреду для реализации эндогенной репарации. Цитокиновый шторм, высокие уровни в плазме различных цитокинов и МСК подавляют Т и В лимфоцитарную пролиферацию и регулируют продукцию воспалительных цитокинов. В настоящее время проводятся клинические исследования МСК. В эти клинические исследования критерием включения являются пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом, который характеризуется гипоксимией и двусторонней пневмонией в течение 10 дней. Это возраст старше 18 лет и лечение пневмонии максимально возможным спектром медикаментозной терапии, отрицательный тест на беременность и подписание информированного согласия. Критерием не включения или же исключения из этого исследования является нестабильная желудочковая тахикардия или фибрилляция. Продолжительность жизни менее 48 часов. Пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом в результате травмы, то есть не COVID-19. Пациенты с зарегистрированным глубоким венозным тромбозом или легочной эмболией в течение последних трех месяцев. Пациенты с тяжелым хроническим заболеванием печени. С предшествующей трансплантацией органов. Беременные или кормящие женщины. И я представлю два клинических случая. Это пациенты, которые потеряли способность самостоятельно дышать. Они длительное время находились на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ухудшение состояния. Вероятность летального исхода превышала 95%. После введения мезинхимальных стволовых клеток из костного мозга здорового донора наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления. В итоге пациентов отключили от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации и они выздоровели. То есть мы видим реальные случаи выздоровления от COVID-19. В настоящее время мы видим, что проходят клинические исследования в различных странах. Это Китай, Соединенные Штаты Америка, Швеция, Объединенное Королевство Англия. И мы видим, что разрабатываются различные клеточные типы мезинхимальных стволовых клеток, которые получены из разных источников. Используется плацебо, используются разные дозы. И продолжительность наблюдения и лечения пациентов. Поэтому это будущее за этими удивительными стволовыми клетками. И в заключение, можно сказать, что коронавирусная болезнь COVID-19 является излечимым заболеванием. Вакцины против пневмонии, например, пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа B, не защищают от нового коронавируса. SARS-CoV-2 принципиально отличается от всех остальных. И для него требуется разработка специальной вакцины. И в настоящее время ученые пытаются разработать вакцину против этого вируса, и ВОЗ оказывает им помощь. Но я хотела бы сказать, что несмотря на то, что эти вакцины неэффективны против вируса SARS-CoV-2, вакцинация против других респираторных заболеваний по-прежнему настоятельно рекомендуется. Спасибо за внимание. Продолжение следует...